Всем привет! У нас сегодня на ТО Alfa Romeo 4C. Очень-очень редкий автомобиль для России, для Москвы это супер редкий автомобиль, да и в мире, я думаю, что это немного их точно. У нас большое пятилетнее ТО с ремнями, с роликами, свечи и как бы в целом диагностика, перезаправка кондиционера. Давайте посмотрим этот автомобиль, потому что его даже на улице, я думаю, вряд ли увидишь. По внешнему виду это как бы как маленькая 8C, но так на самом деле с 8C она ничего общего не имеет, кроме каких-то там дизайнерских решений. Начнем с чего? Начнем с фар. Оригинальные фары, Hello такие сконструированные фары. Классическая Alfa Romeo, номерной знак сбоку. Красивые колесики, топовый дизайн в Alfa Romeo. Такого рисунка считается самый-самый модный рисуночек такой. Достаточно стильный автомобиль, касаемо обслуживания. Большое ТО, я бы не сказал, что совсем задешево, но и дорогими его назвать нельзя, то есть тут порядка у нас обошлось, оно порядка 70 тысяч рублей. Здесь я позже все это дело вам покажу, здесь было чем позаниматься и касаемо ремонтопригодности. Альфы это не самый удобный автомобиль, но совсем справились, трудозатраты очень высоки на самом деле. Вот такая вот машинка, есть багажник, причем багажник, видите, даже нет амортизаторов. Придется сейчас поставить вот такую вот палочку, которая, собственно говоря, по-моему, отсылает нас к автомобилям типа девяток. Ну, здесь вот карбоновый у него монокок. Ну, понимаете, да, что багажник здесь это такая условная вещь, вот если относительно ладони. Здесь все очень-очень четко впритык. Аккумулятор, воздушный фильтр. Машина очень-очень интересная, я думаю, что вы вряд ли ее видели где-то на московских улицах, только если где-нибудь в интернете какие-нибудь ролики, потому что здесь их, по-моему, продано было всего 3 или 4 этих машин. Ну, давайте попробуем посмотреть, что у нее внутри. Открываем дверку. Как вам звук включающегося бензонасоса? Ну, сразу скажу, что посадка в эту машину для человека, например, двухметрового роста, это очень-очень непростое испытание. Видите, вот это настоящий карбон, да, то есть это не фикция, не аквапринт, это настоящий карбон, вот. Салон очень такой аскетичный, спартанский. Логотип Альфа Ромео. Что-то подобие задного стекла, ну, то есть там в него вообще не видно ничего. Ну, и вот здесь вот, центральная консоль, не очень, так скажем, она удобна. Ну, вот кнопки включения передач, магнитола, все в оригинале. То есть места, мягко говоря, немного от слова совсем. Ключик. Альянцы, это, конечно, детали. Ну, посмотрим. Видите, вот такая вот приборка. Чем-то, наверное, похоже на современные Ламборгини. Вот этот вот смешной магнитофончик. Видите, все четко по стилю. Здесь вот такая вот алюминиевая вставочка. Как у Феррари огнетушитель. Причем здесь вот, включу свет. Вот видите, это вот такой материал. То есть здесь все как на спортивной настоящей машине. Номер кузова. Он приклепан. Пабличка приклепана. Я, конечно, не завидую людям, кто такие машины покупает и ставит на учет в каких-нибудь далеких регионах. Я думаю, что гаишники там, ну, реально выносят мозг относительно вот этого вот номера кузова, который приклепан. Сам однажды ставил старую Феррари и долго-долго объяснялся с гаишниками, почему на трубшитой раме приклепан номер кузова. То есть они не могли это понять или не хотели, не знаю. Но при моем росте, метр девяносто, сидеть можно, сидеть можно. Ну, я бы не сказал, что удобно, конечно же. Ну, собственно, осмотр салона у завершился очень быстро по той простой причине, что смотреть здесь особо нечего. Но это надо было видеть. Обзор на самом деле неплохой. Ну, конечно, вот заднее зеркало, там не видно ничего, кроме кусочка мотора. Улицы практически не видно заднее зеркало, только по боковым если. Так, вот такие вот ходовые огни. В принципе, смотрится достаточно интересно. Сейчас попробуем выключить свет, как это будет в темноте. Ну, вот видите, у итальянцев, конечно, детали, это все. Сейчас отдельно попробуем ее запустить. Нажать на педаль тормозов. Слышите звук, да? Это мотор 1.8. Ну, ручит так достаточно интересно. Ну, я отдельно сейчас сниму, как это будет со стороны выглядеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова